Потому что три раза ей пришлось выступать, ей пришлось участвовать в квалификации, которую она прошла очень уверенно и показала блестящее катание уже в квалификации, заняла первое место. Но вот короткая программа уже в основных соревнованиях была исполнена не самым лучшим образом, и она занимала 12 место. И трудно было предположить, что случится то, что в реальности произошло. Ну, вроде бы поднялась она повыше, попала бы в десятку, это уже было бы большим успехом. Но она настолько здорово прокатала свою произвольную программу и получила просто огромные баллы, фантастические для нее баллы, более 114 баллов. Но для сравнения, что такие звезды европейского фигурного катания, как та же Кира Корпи, та же Елене Гедиванишвили, которые стали призерами в итоге, они таких результатов никогда не показывали. С каким настроением, я представляю, вышла сейчас на показательное выступление Балина Коробейникова. Она действительно счастлива, потому что, кроме всего прочего, она чуть-чуть не хватило ей для того, чтобы стать призером чемпионата. Но она, тем не менее, выиграла медаль. Она выиграла малую серебряную медаль в произвольной программе. И это, конечно, фантастический успех. Проиграла она в произвольной только Каролине Костнер. Кстати, когда проходило здесь награждение, в фойе проходило награждение малыми медалями, то Полина Коробейникова стояла рядом с Каролиной Костнер, и все обратили внимание, как похожи эти фигуристки. Когда об этом сказали Полине, она сказала, что я этому могу только радоваться, потому что Каролина Костнер – это выдающаяся фигуристка, на которую очень хочется быть похожей не только внешне, но и на льду. Костнер – это выдающаяся фигуристка, Игорь Негода Костнер – это выдающаяся фигуристка, Браво Полина. Полина Коробейникова. Четвертое место в соревнованиях одиночность.